Ни у кого нет сомнений, что новая неделя на Уолл-стрит будет крайне важной, и пройдет она под влиянием мощного созвездия центробанков. Рынок уже приготовился и ждет ясности, а аналитики Инстафорекс, как всегда, готовы пролить свет на перспективы дня грядущего, чтобы вы могли строить свою торговую стратегию, опираясь на полную картину. Это свежий обзор рынка США, здравствуйте! Для начала немного итогов недели минувшей. Она для фондовой Америки была точно не самой удачной и завершилась очередным снижением топовых индексов. Звонок о закрытии бирж в пятницу привел промышленный Dow Jones к довольно значительному снижению. Индекс потерял 305,91%. Не лучшие дела обстояли и с технологичным Nasdaq, который закрылся на 0,7% ниже. Что касается индекса широкого рынка, то S&P 500 был солидарен с коллегами в унынию и потерял 0,74%, закрывшись у значения 3934. Предрыночные торги понедельника прошли под знаком неуверенности и осторожности. Биржевые топы прибавляли весе, ну или по крайней мере пытались это делать. Но три дня фьючерсы на индексы намекали на потенциал к росту и двигались внутри зеленой зоны с шагом от цифр, то границы торгового диапазона для S&P аналитики видят в пределах значений 3910 и 3998. Рецессия и инфляция продолжают будоражить умы инвесторов. И пока спикеры Федрезерва всю прошлую неделю отмалчивались, на первый план вышли макроэкономические данные. Они-то и потрепали рынок. Спонсором пятничного пессимизма стал индекс цен производителей, который вырос на 0,3% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем и превысил ожидания рынка в 0,2%. Базовые индексы США на новость отреагировали закономерно – падением, усугубив мрачную картину начала декабря. За неделю убытков Dow потерял уже 2,3%, S&P 500 – 2,8%, а Nasdaq стал лидером гонки уныния и просел на 3,4%. Но новая неделя может кардинально изменить картину. Тонкий аромат четких перспектив и ясности уже витает над Уолл-стрит. Новости могут быть как плохими, так и хорошими. Индексы готовятся к ралли, но пока рынок замер в ожидании стартового свистка. Акции на распутье и ближайший указатель движения – отчета об индексе потребительских цен во вторник. Как инфляция реагирует на самый агрессивный цикл повышения ФРС 1980 – вот главный вопрос. Если индекс потребительских цен окажется выше ожиданий или вообще не снизится, это может привести к очередной тотальной распродаже рисковых активов. Отчеты по инфляции были каталилизаторами резких колебаний на Уолл-стрит в этом году. Индекс S&P500 двигался в среднем примерно на 3% в любом направлении за последние шесть выпусков по инфляции, по сравнению со средним дневным изменением примерно на 1,2% за тот же период. Это включает отчет об инфляции от 13 сентября, который спровоцировал распродажу на 4,3%. А также данные, что были опубликованы 10 ноября, которые показывали более мягкую, чем ожидалось, инфляцию, которая способствовала росту на 5,5% и помогла акциям продолжить свое последнее ралли. Между тем инвесторы учитывают повышение ставки ФРС на 0,5%, что является шагом вниз по сравнению с недавней серией повышений на 3,25 пункта. Поскольку действие ставок в среду в значительной степени не рассматривается как предрешенное, Уолл-Стрит сосредоточится на прогнозах Центрального банка относительно того, насколько высокие ставки в конечном итоге вырастут. Также ключевой будет точка зрения председателя ФРС Джерома Пауэлла на инфляцию и возможность того, что экономика может скатиться в рецессию в следующем году, идея, которая просочилась в цены активов и доминировала в мыслях инвесторов в последнее время. При этом министр финансов США Джанет Йеллен в воскресенье прогнозировало существенное снижение инфляции в Соединенных Штатах в 2023 году, если не произойдет еще одного неожиданного потрясения. С другой стороны, есть еще и фактор сезонности. Некоторые считают, что значительная сумма наличных денег и сезонные факторы могут помочь активизировать восстановление акций, если инфляция окажется слабее, чем ожидалось. Или инвесторам понравится то, что скажет Федрезерв. Итак, S&P 500, который в этом месяце снизился на 3,6%, рос в среднем на 1,5% в декабре с 1950 года, и это является третьим лучшим показателем за любой месяц, согласно алимонаху фондового трейдера. Другие, однако, считают, что недавнее ралли акций уже практически закончилось. Стратеги Морган Стэнли ранее на этой неделе предупредили клиентов о рисках для корпоративных доходов и призвали инвесторов оставаться защитно ориентированными в таких областях, как здравоохранение и акции коммунальных предприятий. Защитно ориентированными выглядел сегодня весь американский фримаркет. Индексы торговались довольно осторожно, как и акции быстрорастущих компаний с мегакапитализацией. Топы фондовой Америки, такие как Apple, Amazon, Alphabet, Tesla и Meta были разнонаправленными и колебались от минус 0,4% до плюс 0,5%. Что же касается корпоративных новостей, Microsoft приобретает 4% акций лондонской фондовой биржи в рамках десятилетней коммерческой сделки по переносу платформы данных оператор биржи в облако, об этом сообщила британская компания в понедельник. На этом фоне акции компании прибавили 0,52% в весе внутри дня, отражая сдержанность инвесторов по отношению к оптимизму. На валютном рынке унынию продолжает предаваться и доллар США. Индекс начал неделю снижением, потеряв в понедельник 0,3% и снова опустившись к значению 104,70. USDX продолжает болтаться в своем диапазоне и вряд ли выйдет из него до публикации данных по индексу потребительских цен. Таким образом, прогнозный диапазон тот же – движение в границах значений 104,5 и 105,20. Доллар снизился в понедельник, но перспектива того, что Федеральной резервной системе возможно придется поддерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше. Конечно же, помогает доллару оставаться в довольно комфортных рамках. После игры в догонялки с инфляцией в течение прошлого года Федеральная резервная система США теперь сталкивается с более тонким суждением о том, достаточно ли сильна экономика или находится на пороге краха. Экономическая картина сейчас довольно сложная, потребительские настроения хуже, чем когда экономика страдала от пандемии. Но банковские счета и расходы остаются здоровыми, Обрабатывающая промышленность сокращается, но сфера услуг бурно развивается, подтверждая, что ежемесячным ростом рабочих мест и заработной платы. Есть некоторые доказательства того, что инфляция снижается, но она все еще выше, чем многие видели в своей жизни. И, конечно же, яркое пятно в общей картине – рынок труда. Есть признаки охлаждения рынка труда, он немного ослабевает, но определенно не рухнул. Это не похоже на рецессию. С постоянным увеличением числа рабочих мест более чем на 250 тысяч в месяц. Решение двигаться более мелкими шагами является одновременно признанием политиками ФРС того факта, что они могут быть близки к точке остановки после агрессивных изменений процентной ставки и что каждый следующий шаг повышает риск зайти слишком далеко. В любом случае, картина будущего денежно-кредитной политики прояснится в среду. Ну а первый четкий импульс к движению – доллар, как и другие активы – получат уже во вторник. До того времени актив будет торговаться умеренно. Слабо новую неделю начинает и канадец. Пара USDCAD внутри дня успела вырасти до 1,3668, добавив 0,15%. Перспективы дня для луни также обнадеживают мало, а торговый диапазон движения котировки очерчен в границах 1,3650 – 1,3710. Снижение американского доллара никак не способствует росту луни. Насладиться укреплением канадскому доллару мешает волатильный сырьевой рынок, на котором сегодня снова продолжается многонедельный спад. Цены на нефть упали в понедельник, поскольку ослабление мировой экономики компенсировало проблемы с поставками, вызванных закрытием ключевого трубопровода, снабжающего США. В воскресенье канадская компания TC Energy объявила, что еще не определила причину утечки из нефтепровода Keystone в США. Линия Keystone производительностью в 622 000 баррелей в день является важной артерией для транспортировки тяжелой канадской нефти на нефтеперерабатывающие заводы США. И сегодня неясно, когда она возобновит работу. На этом фоне фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,08% до уровня 76 долларов 5 центов за баррель, тогда как WTI выросла на 0,4%. И что касается криптовалютного рынка, то в рядах цифровых активов вторая неделя праздного шатания продолжается. В понедельник цифровое золото встретило довольно уныло, снова опустившись ниже 17 000, биткоин внутри дня снизился на 0,7% до уровня 16 988 долларов. В красной зоне неделю открыли и альткоины, топовые монеты продемонстрировали завидную солидарность с монетой номер один и дружно торговались со скидкой. Эфир, Solana, Ripple и Litecoin внутри дня теряли от 1,9% до 3,6%. Пока в судах США идут разбирательства о поисках виновных в крахе бирж, топовые монеты остаются под давлением, но стойко не желают опускаться ниже уровня декабря. Практически две недели активы болтают в границах узкого диапазона для биткоина – это значение в 16 800 и 17 200 долларов. И выходить за эти границы топовая монета пока не собирается, по крайней мере до тех пор, пока аппетит к риску не отобьет или не воскресит свежие данные по инфляции в США. Таким понедельник на Улл-стрит видят наши аналитики. День обещает пройти под знаком ожидания импульса к ралли, но торговля может быть довольно волатильной. Команда ИнстаФорекс ТВ желает вам прибыльных торгов и удачных сделок. Всем хорошего открытия недели и до новых встреч на канале. Увидимся завтра.